Всем привет! Меня зовут Настя, вы на моем канале, где я рассказываю о винтажной посуде и хожу по ярмаркам рынка. И мне пришла посылка из Германии с шикарными троечками. Это вторая часть уже. Первую часть распаковки вы можете посмотреть в прошлом видео. И начну я распаковку с такой прекрасной тройки. Здесь нарисован тюльпан, а вот этот цветок, не знаю как он называется, но похож на гвоздику Диантус. Такая вот прекрасная десертная тарелочка у этой тройки. Она в прекрасной сохранности. Здесь стоит клеймо Шварценхаммер. Такое клеймо ставилось с 1923 по 1945 год. Вот, достаточно старенькая тройка. Не знаю, клеймо видно или нет. Сложно посмотреть в камере, что именно я вам показываю. И эта немецкая мануфактура была основана в начале 20 века, в 1905 году. И она обанкротилась, к сожалению. И в 80-х эта фабрика уже закрылась. Мы с вами знаем мануфактуру Шуман. Так вот, и эту мануфактуру основал его брат. И вот такая прекрасная чашечка у этой тройки. Ее очень удобно держать. Мне нравится, как извивается ручка. Красивая такая, как запятая, да. И прекрасная юбочка у нее. Здесь внутри красивый букет, такой же, как на десертной тарелочке повторяется. И здесь прекрасная сохранность позолоты. И на свет даже немножечко просвечивается чашечка. Здесь где-то, наверное, 180-200 миллилитров. Пока точно не измеряла. А с задней стороны, с внешней, ничего нету. Только вот такой маленький букетик с этой стороны. И самое интересное, что ко мне приехала еще одна троечка. И я сначала подумала, что это эта же мануфактура. Сейчас мы с вами все рассмотрим поближе. Начну с десертной тарелочки, как обычно. Видите, здесь точно такой же рисунок, как на прошлой троечке. Такой же тюльпан. Такой же рисунок букета. Только здесь вот добавили вот эту вот золотую веточку. И также, видите, маленькие цветочки точно такие же, как на прошлой троечке. Но это другая мануфактура. Не знаю, как правильно произнести ее. Вон сидель. Я подпишу. Вот, может быть, кто-то из вас знает, как это правильно читается. Видите, здесь совершенно другой клеймо, другая мануфактура. Но рисунок повторяется. И это где-то 70-е годы. То есть гораздо позже. И, наверное, это либо разрисовывала одна фабрика. Либо это просто решили повторить. Такой рисунок. Но, скорее всего, это деколь. И если на том блюдце было вот 4 таких обычных цветочка по бокам, то здесь, смотрите, добавили букет, который немножко выходит на зону посерединке. И опять добавили золотые веточки. Не знаю, хорошо ли я показала там клеймо. Покажу здесь его тоже на всякий случай. Но я еще подпишу название. И вот такая вот чашечка у нее. Эта троечка уже в оттенке айвори. Такой кремовый у нее цвет. Посмотрите, здесь уже обычная ручка. Да, не такая интересная, как на прошлой. Но и нет юбочки. Просто такая золотая полосочка на дне. Но зато здесь не пожалели цветов из золота. Здесь букет со всех сторон. И интересно, такая волнистая лепнина. Волна идет. И внутри тоже добавили золотые вот эти листики. И они, посмотрите, как красиво переливаются на цвету. Все блестит. Идеальная сохранность у троечки. Нигде нет ни потертостей, ни сколов, ни трещин. Все прекрасно. Они даже, видите, как хорошо между собой дружат. Расправим немножечко трио такой великолепной парой. Очень изящной. Покажу вам сначала блюдце. Такой здесь ребристый узор на каемочке. И вокруг букеты с цветами. И прекрасная сохранность под золотой в центре. Видите, все блестит. И это, не знаю, как правильно читается эта мануфактура, но это порцелайн фабрик. Джаггер и Ко. Там стоит клеймо. И такое клеймо ставилось с 1949 по 1979. И там стоит маркировка павлин. И вот такая прекрасная чашечка. С внешней стороны она однотонная. У нее ребристая юбочка с позолотой. И смотрите, какая интересная ручка, что они не стали по краям ручки делать позолотую, а сделали ее только по центру. Ее очень удобно держать. А внутри шикарный букет. С цветами, живописный. Скорее всего, это деколь, но эта мануфактура вообще начала существовать как декоративная фабрика. Но вскоре они успешно начали производить собственную посуду. И напоминаю, что все эти троечки, большинство из них я выставляю в телеграм-канал. Если вам что-то понравилось, можете перейти под ссылками под видео. Там телеграм, инстаграм. Можете мне писать, что вам понравилось. И что-то приобрести для себя. И следующая троечка. Очень необычная. Ее, к сожалению, уже забрали. Я ее сегодня отправляю новой хозяйке. Но все равно покажу ее вам. Очень красивая десертная тарелка. Здесь просто ничего лишнего. И вот этот букет, это скорее всего ручная роспись. Потому что посмотрите, как виднеются мазки от кисточки. И хочется прям максимально близко показать этот прекрасный рисунок. Живописный. И позолота вся в прекрасной сохранности. Очень красиво переливается все на свету. Обязательно показываю вам клеймо. Это Winterling. Хорошая немецкая мануфактура. Такое клеймо ставилось с 50-х годов. Ну, прекрасная сохранность. И очень красивый белоснежный фарфор. Ну, тут да, видно, что чашечка заслуживает особого внимания. Но я вам покажу еще. Блюция. Потому что тут тоже так красиво подобраны цветы. Яркие. Желтые. Посмотрите, какие насыщенные оттенки. Которых сейчас зимой не хватает. Это даже похоже на пионы какие-то, да, красные. И голубенькие. Прекрасная сохранность. Здесь, видите, нет позолоты по центру. Поэтому, если бы она была, наверное, была бы потертость. Но мануфактура не стала этого делать. И, мне кажется, по центру обычно позолоты лишнее. Потому что она от прикосновения с чашечкой обычно трется. Такое слабое место обычно у блюдца. И прекрасная чашечка. Очень необычная ручка. Да, красивая. И обратите внимание на ручку. Здесь такой заостренный краешек. И позолота. Со стороны красиво выглядит. И здесь, видите, не стали делать позолоту по центру блюдца. Но сделали достаточно широкую полоску на ножке. И, кстати, вот я заметила, что с внешней стороны, видите, они сделали позолоту. А на ручке дальше не стали продолжать. Чтобы не было перебора золота. С внешней стороны вот есть полосочка. А сзади просто беленькая ручка. И, наконец-то, посмотрим, какая красота внутри чашечки. Тут, видите, снаружи нету цветочков, но внутри прекрасные цветы. И такая вообще форма напоминает как будто бы бокал мартини, да. Шикарный букет, яркий внутри. С двух сторон цветочки. Идеальная сохранность. Прекрасная троечка. Очень необычная. Такую форму я редко вижу, редко встречаю. И обычно такие они более пузатенькие. Но здесь, кстати, тоже хороший объем. Еще одна красота. Какой кремовый красивый оттенок у этой троечки. Она прекрасна со всех сторон. Тоже я ее выкладывала вчера в телеграм. Ее уже забрали. Я ее уже упаковала. Какая красивая десертная тарелка. И тут вот прям изобилие. Смотрите, здесь красивые петельки. Вот эту тарелку как будто бы прям вышивали петельками. И каемочка такая, посмотрите, волнистая, с позолотой. И еще цветочки идут золотые. Переливаются очень красиво. А вот здесь вот по центру идут как будто бы, знаете, на машинке прострочили ее. С перерывами, видите, идет дорожка золотая. Очень красиво прям. Ее правда как будто бы вышивали. Такая красота. И вместе это все так необычно смотрится. Вроде много всего, много деталей, но ничего лишнего. И по центру прекрасный букет с розами, с пионами. Это Селтман Вейден. Такое клеймо ставилось с 1924 по 1946. То есть на военное, военное время и такая прекрасная сохранность у нее. Приятный кремовый оттенок. У меня как-то было хобби. Я вязала игрушки из плюшевой пряжи. И поэтому мне очень напоминают вот эти вот петельки. Как будто бы кто-то вязал что-то. Здесь по центру есть потертость по золотой. Видите, я вам говорила, что такое слабое место есть у блюдец. Видите, они добавили по центру по золотому. Хотя с внешней стороны вы видите, да, все прекрасно, без потертостей. Но вот оно из-за чашечки трется. Но все равно для своего возраста прекрасная сохранность. И, наконец-то, рассмотрим с вами чашечку. Она прекрасна, правда? Очень красивая ручка. Необычной формы. Так завивается она. Все блестит. На солнышке все красиво выглядит. И, видите, с внешней стороны столько позолоты. И все в прекрасной сохранности. Тут тоже петельки вот эти. И внутри красивый нежный рисунок с цветами. Видите, и с внешней стороны были золотые цветочки, и внутри золотые цветочки, да, идут как ободок. Очень красивый. И даже по центру, видите, нераспустившиеся розочки добавили. Ну, в общем, одна красота сплошная. Так что, если вам что-то нравится, то переходите в Телеграм. Сначала я выкладываю туда, потому что не успеваю и снимать, и монтировать что-то сразу. Так что обязательно подписывайтесь. Вы, наверное, уже устали смотреть на троечки. Я их разбавлю таким интересным блюдом. Не знаю, как это даже назвать, блюдо, тарелочка. В общем, такая штучка в форме листика. Очень яркий букет по центру с цветочками. Видите, он так вот немножечко выпирает. Мне кажется, его можно использовать даже как подставку под украшение, либо же положить какие-то орешки, что-нибудь такое на стол. Это немецкая мануфактура Тюрингер. Если я правильно поставила ударение, здесь подписано Fine Bond China. Это означает твердый фарфор. Многие, когда видят China, думают, что это связано как-то с Китаем, что это китайский фарфор. Нет, друзья, это не так. China значит фарфор. Запомните. Потому что некоторые продавцы иногда сами путают. Покажу еще одну троечку. Она меня покорила своей какой-то нежностью. Здесь нет позолоты, нет ничего лишнего. Но она очень красивая. Здесь такой ситцевый рисунок. Прекрасные какие-то голубо-синие цветочки, напоминающие розочки. Здесь, видите, нет позолоты. Такая вот простая троечка. Я вот единственное заметила, здесь такой вот микроскол уже, когда фотографировала ее. Когда распаковывала, не видела. Когда мыло, тоже не видела. Но он такой маленький, что его можно даже не заметить. Везде по золоту, по золоту. И таким простым вещам тоже нужно давать второй шанс. Здесь вот на свету видно такие точки, выбирающие это заводской дефект. У тарелки и у блюдца ребристая каемочка. И здесь клеймо, которое я не смогла разобрать. Возможно, кто-то из вас его знает. Я искала, искала и не нашла. Но эта троечка, скорее всего, немецкая, потому что в их стиле клеймо точно утверждать не буду. И такая простая чашечка с таким нежным, ненавязчивым рисунком по всей внешней стороне чашечки. Я знаю, что многие любят голубой, синий. И взяла такую вот прекрасную троечку. Она недорогая. Я ее выставлю тоже в Телеграм. У нее хороший объем. Можно ей спокойно пользоваться. Еще одна троечка поместится у меня на стол. Очень нежная. Очень красивая. Сейчас рассмотрим с вами по отдельности. Она очень старенькая, но для своего возраста у нее идеальная сохранность. Очень красивая десертная тарелочка. По форме, видите, она напоминает розентали в серию Чимпендеил. Очень красивая. Такие изящные, тоненькие рисунки здесь. Очень симпатично выглядят. Розовые цветочки. Возможно, это какое-то цветение дерева. Очень красиво. И форма, правда, напоминает розенталь. Но это не розенталь. Это Оскар Шаллер. Очень хорошая немецкая мануфактура. И такое клеймо ставилось с 1918 по 1935. Довоенное время. И прекрасный белоснежный фарфор. Сейчас покажу вам. Блюдце. Оно тоже очень изящное и красивое. Вся позолота на месте. Все красиво переливается при дневном свете. Здесь такое же клеймо. Я повесила здесь гирлянду. Но она сначала мигала, потом отключилась. Видимо, зарядка там кончилась. Надо батарейки поменять. Хотела создать новогоднюю атмосферу. И все отключилось. Вот такая вот прекрасная чашечка у этой тройки. По внешней стороне прекрасные, опять же, нежные вот эти вот цветочки. Красивая ручка с позолотой. Внутри ничего нет. Ну, и видите, юбочка такая у нее интересная. Я ее называю медузой, потому что она очень похожа на медузу. Так вот симпатично она выглядит. И у нее, кстати, тоже хороший объем. Где-то 200 миллилитров. Потому что ко мне приехали все троечки. Очень хорошего объема. Маленьких? Нет у меня сейчас. Из всех можно пить. Так, и у меня тут уже место закончилось. Надо все попереставлять. Потому что хочется показать вам больше. Но уже место кончилось на комоде. Еще одно трио. Очень необычной формы. Очень красивая ножка. У чашечки. Но я вам покажу все по очереди. Вообще, мне хочется, чтобы вы наливали, перед тем, как начать смотреть мое видео, наливали себе чай. Усаживались поудобнее. И смотрели вот эту вот всю красоту, влюбовались. Здесь вот есть, конечно, точечки. Заводской брак. У тарелочки на дне. С нижней стороны это ничего нет. И здесь клеймо. Так, неправильно, наверное, я вам показываю. Сейчас разверну. Здесь корона и буквы МФ. Возможно, кто-то знает. А я знаю, что, скорее всего, кто-то из вас знает. И мне подскажет. Потому что я не сталкивалась еще с такой мануфактурой. И различными способами пыталась отыскать, но не нашла. МФ. Буквы и корона. Не знаю, но она очень изящная. У нее прекрасная сохранность. Там такой сюжет с листиками осенний. Какая красота. И мне нравится, что у блюдца высокие стенки. Это смотрится достаточно необычно, когда она стоит в сборке. И здесь на блюдце нет клейма. На чашечке, по-моему, тоже нет клейма. Только на десертной тарелке. Но они из одной серии. И красивая такая чашечка. Очень красивая, изящная ручка у нее. Здесь с внешней стороны тоже по золотам. Всякие такие листики нарисованы. Это деколь. Внутри листики. Видите, внутри тоже полосочка. Все блестит. И красивая юбочка у нее. Смотрится достаточно симпатично. Поменяла батарейки. Гирлянда заработала. И хочу вам показать свои новогодние игрушки. Какая-то ко мне приехала огромная поставка игрушек. И они все тоже мне выложены в телеграме. Я что-то оставила себе. Какую-то коллекцию я выставила в телеграм. Посмотрите, какая прелесть. Здесь три игрушки. Каждую вам покажу по очереди. Они достаются очень тяжело из коробочки. Все три игрушки на такой палочке и леденце новогодней держатся за нее. Здесь есть клеймо. Здесь такой щелкунчик сидит на леденце. Вот клеймо покажу вам поближе. Велерой и Бог. Но это уже коллекция последних лет. Их можно встретить в магазине. Но там очень высокая цена. Я даже вставлю скрины с сайта. У меня они гораздо дешевле. Покажу по очереди все игрушки поближе. Такой Санта. Но я его называю Дед Морозом, потому что у нас Дед Мороз. Тоже здесь стоит клеймо. Потом мне кто-то в комментариях написал, почему вы говорите, что Дед Мороз, это же Санта. По мне-то какая разница. Кто как привык, кто так и говорит и у нас в стране. Говорят Дед Мороз. И прекрасная Мишутка. Тоже вцепился в леденец. Тут он как будто бы улыбается. Веселый. И голубую такую платочку мы повязали на шее. Здесь тоже клеймо. Красивая здесь прорисовка. Мишутка выглядит очень натурально. Вот этот набор игрушек. Мы с Димой заходили в Велерой и Бог. В Москве в магазин. Они у них там тоже продаются. Сейчас это коллекция последних лет. Но там какая-то очень завышенная цена. За три игрушки по-моему 8-9 тысяч стоит ценник. Ко мне они приехали дешевле. И соответственно я их продаю намного дешевле, чем в магазине. Я вам даже вставлю скрин. Вот мы у них там видели. Точно такие же игрушки, но у них хороший размер. Они достаточно крупные. Вот такой вот заяц. Но видите, он достаточно объемный. Прекрасный зайка. И здесь стоит клеймо. Велерой и Бог. Над ней. У нас год кролика. И вот такой вот прекрасный кролик. В шапочке новогодней. Милашка с розовым носиком. С розовыми лапками. Дальше. Белочка. Красивая. Смотрите, какой у нее пышный, красивый хвост. Хорошая прорисовка у нее. Улыбается. У нее в руках звездочка. Тоже тут вот я не поняла. У нее либо это клеймо, либо это наклейка. Но я ковырять не хочу. Отрывать. Оставлю так. Уже хозяин будет распоряжаться. И третья игрушка в этом наборе. Такой шикарный пес. У него какая-то веточка вокруг шеи новогодняя с игрушками. Так. Стоп. Или это лиса? Это, наверное, лесные животные. Почему я подумала, что это собачка? Это, наверное, лиса. Хвост-то какой пышный у нее. Да. Хитрый взгляд. Точно лиса. Я думала все время, что это собачка. Я только сейчас достала, с вами посмотрела. Ну, кто как увидит. На самом деле. Тоже у нее хороший размер. На елки будет ее видно. С гирляндой все заиграла другими красками. Почему я раньше не додумалась поменять батарейку? Потому что она так еле светила. В том году мы ее часто пользовались. Для атмосферы. Она на батарейках. Здесь не включается в розетку. Вот такие вот три Деда Мороза. Покажу вам каждого поближе. Раз я уже тебе показала, то надо все показать. Первый Дед Мороз держится за пояс. И у него, видимо, фонарь какой-то в руке, чтобы светить, освещать путь. Ну, тоже хорошая перерисовка, конечно. Я думаю, что это ручная роспись, потому что есть такие следы прямо от красок. Здесь тоже, видите, то ли клеймо, то ли просто наклейка Вильярой Бог. Но какой-то опознавательный знак есть. Второй Дед Мороз с подарками. Видите, он так склонился над подарками. Не прямо стоит. Либо собирается дарить, либо еще бант завязывает там. Тоже здесь есть опознавательный знак. То ли наклейка. Потому что, видите, на дне клеймо нет. Только вот сзади что-то. И третья игрушка Деда Мороза. Он уже с мешком подарков идет. Радовать детишек. Ну, хороший у них размер. Тут, наверное, где-то 8-9, да, даже сантиметров. Не маленький Дед Мороз. Украсит любую елочку. Ну, вот такая вот распаковка у меня получилась. Где-то новогодняя, где-то весенняя, да. Потому что все троечки у меня, как обычно, цветочные. Как на подбор. Все между собой достаточно хорошо дружат. Так что обязательно, если вам что-то понравилось, пишите в Телеграм. Ссылки все под видео в описании. Ищите. И обязательно ставьте лайки. Пишите комментарии. Нравится вам распаковка такая или нет. Буду благодарна за обратную связь. За лайки. Чтобы мои видео набрали больше просмотров. Чтобы чаще выходили видео. А то, когда мало лайков, то я расстраиваюсь. И могу не выпускать видео. Потому что нет вдохновения. Вдохновение нужно. Всем, друзья, прекрасного настроения. И прекрасных покупок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!